Самая большая угроза – нехватка ценных специалистов на предприятиях в Вологодской области через 15-20 лет. А еще упадок общекультурного уровня жителей Вологодской области и недобор студентов вуза региона. Такие проблемы обозначил преподаватель кружка по математике и программированию при некоммерческой организации «Светлица» Михаил Белов. Накануне в молодежном центре «Горком-35» состоялась очередная игра в рамках премии «Вологда для молодежи». Все эти меры, которые предлагают родителям… Михаил Белов уже год бесплатно обучает математике и программированию детей из многодетных и малоимущих семей. Волокжанин не понаслышке знает, что IT-компании города в настоящее время испытывают острую нехватку специалистов. Сам он работает программистом около 10 лет. Но я захотел не только помогать решению задач сегодняшнего дня, с теми проблемами, которые у меня сегодня сталкиваются, но все-таки что-то сделать для них на более далекую, широкую перспективу. Это вкладывание в образование детей. Экспертам показала себя и лучший специалист по работе с молодежью 2021 года, преподаватель Вологодского кооперативного колледжа Марина Едемская. Для решения кейса девушке выпала тема бытовых отходов, в которой она показала себя компетентно. На самом деле сейчас ее, наверное, везде обсуждают. Это очень современное в последнее время направление экологическое, поэтому тема близка. Но сразу скажу, что знаний, конечно, не хватает. Хочется пока что еще подтянуть компетенции в этих вопросах. Я вообще люблю спорить, поэтому мне всегда заходят все дебаты, все вот такие форматы деловых игр, поэтому мне нравится. Напомним, что формат деловых игр в рамках городской премии Вологла для молодежи является ключевым этапом оценки конкурсантов. За короткое время ребята демонстрируют навыки анализа проектных способностей, понимание проблем и готовности их решения. В этой премии есть номинация «Лидер молодежного самоуправления», как раз вот этих лидеров воспитывают наставники, поэтому еще хочется отметить их, потому что с ребятами ведется непрерывная работа, поэтому очень хочется, чтобы наставники тоже еще поучаствовали, показали себя, обменялись опытом, это очень важно. Следующими на очереди для проверки навыков станут участники номинации «Точка роста РДШ» и «Студенческий клуб НЛСК». Этот этап очень действительно важен, потому что вести за собой молодежь, наверное, должен грамотный, не только яркий лидер, но и человек, у которого в голове что-то есть, который готов ориентироваться в экстремальной ситуации очень быстро. И вот ребята показывают, что действительно, да, они достойны себя, по праву называют лидерами молодежи. Участников остальных номинаций ждут другие испытания. Уже с завтрашнего дня на сайте молодежного центра стартует зрительское голосование, во время которого номинанты, вошедшие в тройку лидеров, могут набрать дополнительные очки. При победе в премии в индивидуальных номинациях участники могут получить до 5000 рублей, в коллективных – до 7000. Деньги ребята смогут потратить на реализацию своих идей. Дарья Самодурова, Игорь Алюшин, Волок ДРФ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова